Успех в космосе куется на Земле. Тысячи людей, в том числе и военные, в круглосуточном режиме обеспечивают стабильную работу всех космических аппаратов, от спутников до кораблей. Без их труда наша страна не имела бы достижений в освоении космоса. Большой вклад в покорение космических вершин внесла и продолжает вносить войсковая часть 26178. И значимость той работы, которую выполняют военные, а главная ответственность за нее только возрастает. Так, с 15 декабря главный испытательный центр имени Германа Титова, чьим структурным подразделением является наша воинская часть, заступил на боевое дежурство. Соответствующий приказ подписал главнокомандующий воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктор Бондарев. Несение боевого дежурства требует отличного состава большой ответственности за исполнение обязанностей, внимания, бдительности и решимости. Товарищи, нашей части не привыкать к качественному и четкому выполнению самых важных и ответственных задач. Страна в очередной раз нам оказывает с вами высокое доверие и мы не подведем. Здесь отвечают за работу всей российской орбитальной спутниковой группировки, а это более ста спутников. Управляют спутниками системы ГЛОНАСС, космическими аппаратами военного, народно-хозяйственного и другого назначения. Организуют связь с экипажами МКС, обеспечивают высшее руководство страны устойчивым сигналом связи. И это лишь некоторые задач, которые личный состав части выполняет регулярно. Несение боевого дежурства еще раз доказывает доверие к сотрудникам части и к профессионализму велико. Это моральная ответственность, то есть понимание того, что часть несет не просто дежурство, а боевое дежурство. Само слово боевое подразумевает важность. Ну и естественно ответственность за возможные нарушения, которые могут быть, также возрастает вплоть до уголовной ответственности. Такие меры предприняты с возрастающей ролью космических войск, воздушно-космических сил в укреплении, поддержании обороноспособности нашего государства. Войсковая часть 26-78 всегда славилась профессиональными кадрами. По-другому, работа здесь просто не представляется возможным. Поэтому то, что военные справятся с возложенными на них задачами, ни у кого сомнений не вызывает. Вы достойно выполняете свои задачи. И я уверен, что справитесь с возложенными на вас задачами и в настоящее время. От имени администрации и Совета депутатов от всей души желаю вам успехов в вашей сложной, ответственной и очень нужной нашей Родине службе и работе.